Курс валют. Рубль попал в крест смерти и обывало не избежать. Экономика. Курс валют. 7 октября 2025. Курс валют. Рубль попал в крест смерти и обывало не избежать. Американские власти полностью утратили контроль над курсом укрепляющегося доллара. Андрей Захарченко. Комментарии в просмотров 4413. Фото. Global Look Press. Материал комментируют. Роман Родин. Сергей Хистонов в течение минувших двух недель на Чикагской товарной бирже, СМИ, были зафиксированы спекулятивные ставки на рост курса рубля. Так, в последнюю неделю сентября их объем вырос на 4,5%, а по итогам первой недели октября на 6,7%, до 26 вопросительный знак 262 контрактов. Об этом, в частности, сообщает российский интернет-ресурс ProFinance.ru со ссылкой на данные комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC от 4 октября. При этом дополнительно отмечается, что по состоянию на 1 октября 2019 года российский рубль на межбанковском рынке подешевел на 1,9%. СП поинтересовалась у собственных экспертов, стоит ли с учетом этих тенденций россиянам ждать очередного черного месяца уже в самом ближайшем будущем. Незначительные изменения рубля по отношению к основным валютам не являются тенденцией, немного разрядила обстановку заместитель директора департамента финансовых рынков банка «Солидарность» Роман Родин. Волатильность котировок рубля последних торговых сессий носят исключительно технический характер и в основном зеркально отображают динамику цен на нефть, отчасти отыгрывая ситуацию на глобальных рынках акционерного капитала. Читайте также. Молоко в России сильно дорожает после повышения налога на пальмовый жир на просьбы Европы перестать кормить россиян техническим жиром, вызывающим рак, власть не реагирует. Однако доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Ран Хиггс-Серегахистанов предупредил, что однозначно оценивать эти цифры все же довольно сложно. Те, кто открывает позиции по разного рода фьючерсным контрактам, отметил он, могут руководствоваться самыми разными мотивами. Например, помимо чисто спекулятивных целей довольно весомой, а в определенные моменты даже основной, их объем может совершаться, наоборот, с целью защиты от рисков, предотвращения изменений существующего курса валют. Так что прямолинейно говорить о том, что если выросло число контрактов по фьючерсам с рублем, то его курс должен вырасти, и наоборот. СП, поясните? В основном это касается импортеров и экспортеров. Для первых существенную угрозу представляет ослабление курса рубля, а для вторых, соответственно, его укрепление, поскольку и в том, и в другом случае пострадает их прибыль. Значительная же часть сделок, которые совершаются по фьючерсам, это сделки хеджированные, то есть снижающие риск. Если, например, некая компания собирается экспортировать нефть, условно говоря, на миллиард долларов, то для нее укрепление рубля будет большой бедой. На этом фоне она вполне может открыть сделку на продажу, соответственно, рубля против доллара, снизив таким образом издержки по основному виду своего бизнеса. СП, а нет ли тут повода расценить это увеличение спекулятивных сделок поставкам с рублем как спланированное действие? Ведь не далее как 1 октября президент США Дональд Трамп в своем личном твиттере обвинил Федеральную резервную систему в том, что ее действия излишне укрепили доллар, а это, в свою очередь, крайне вредно для американской экономики. Дело в том, что если благодаря большим резервам наши монетарные власти и Минфин через продажу либо покупку валюты еще как-то могут, если не дирижировать ее курсом, то по крайней мере влиять на него, то с долларом ситуация иная. Объем трансграничного его использования настолько велик, что даже теоретической возможности как-то повлиять на его стоимость относительно других валют у властей США нет. СП, а как же изменение ставки ФРС? Это, конечно, в какой-то степени влияет на доллар. Но, вместе с тем, это, помимо доллара, еще много на что влияет. Поэтому вот так просто регулировать курс через ставку никто не будет. СП, получается, доллар сейчас фактически неуправляемый, сам по себе. Равно как и евро в значительной степени сам по себе, а также, хоть и в значительно меньшей степени, японская иена. Почти любая мировая валюта, широко использующаяся в международной торговле, с точки зрения курса является неуправляемой. Так что все заявления из серии доллар излишне крепкий и доллар излишне слабый, по большому счету, не более чем элемент риторики. Потому что механизм, с помощью которого валютой можно управлять, отсутствует. Тут все зависят от состояния экономики страны, которая эту конкретную валюту выпускает. А учитывая, что доллар еще и мировая валюта, то особых оснований ждать его заметного ослабления в ближайшие несколько лет я не вижу. СП, а рубль? Можно ли в ближайшей перспективе, скажем, до конца этого года, ожидать укрепления доллара до уровня 70 или даже более рублей за единицу? Быть может все. Другое дело, что нынешний курс рубля, на мой взгляд, почти равновесный и хорошо соответствует как конъюнктуре мировых нефтяных цен, так и динамике пополнения резервов нашими монетарными властями. СП, выходит, объективной причины для выхода рубля из равновесия нет. С одной важной оговоркой, если не случится каких-то внешних шоков. Если цены на нефть останутся такими, какие есть, если не будет страшных ужасных санкций, то он останется где-то в пределах текущих своих значений, плюс-минус незначительные шумовые изменения. Это, так сказать, базовый сценарий, но любой внешний шок может его легко сломать. СП, если представить, что цены на нефть по каким-то причинам изменятся, что произойдет с курсом рубля. Минфину придется нарастить или снизить закупки валюты, чтобы сохранить курс. А вот это самая главная интрига. Если темпы покупки валюты будут сохранены и не изменятся, то есть сохранится базовый сценарий, процент удешевления рубля будет гораздо большим, чем процент удешевления нефти. Если же покупка валюты в России будет приторможена, то тогда реакция рубля на падение нефтяных цен будет медленной и плавной. Война в Персидском заливе доведет нефть до доллар-100 за баррель и доллар за 40 рублей. Эксперт СП об экстремальных сценариях и самых ожидаемых. К чему при этом готовится все нам? На первый взгляд, мнение Сергея Хистанова относительно будущего отечественной валюты может показаться не слишком устрашающим. Однако Роман Родин предупреждает. Неожиданные сюрпризы стоит ожидать от переговоров по торговому конфликту между США и КНР, которые будут проходить на этой неделе, по результатам которых возможны существенные перестановки на мировых финансовых рынках, которые могут отразиться на курсе рубля более существенным образом. Ведь главная уязвимость национальной валюты, напоминает эксперт, заключается в чрезмерной зависимости от внешних факторов и фактическим отсутствием влияния на курс национальной валюты за счет внутренних экономических процессов, экономический рост, оценка ожиданий по инфляции и т.д. Интересно, что и западные финансовые аналитики также уверены, предстоящие две недели не будут спокойными для многострадальной отечественной валюты. Например, голландский Raybo Bank заметил, что рубль попал в так называемый крест смерти. Финансисты используют этот термин для обозначения биржевой ситуации, при которой средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает ее же курс за 200 дней. Считается, что такой расклад верный признак неотвратимого и серьезного падения. Кстати, Raybo Bank далеко не первый в перечне западных финансовых кругов, предсказывавших российскому рублю катастрофически обывал не позднее середины нынешнего октября. Новости курса валют Курс доллара Назван самый реальный сценарий для рубля проблемы экономики, Россию душит кредитная удавка.